Приветствую вас игроки World of Tanks! В этом видео я вам хочу показать свой бой и поговорить про то как думать о чем во время того когда вы играете в игру World of Tanks. На экранах вы видите 24 мой Колобанов я играю на Чифтейне пока что я на нем просто тренируюсь пробую отметки там какие-то набивать все еще только в самом начале и только грубо говоря начинаю поднимать процент отметки и понимать как на этом корыте играть. Но в этом видео я хочу с вами поговорить о том что как думать о чем думать чтобы нормально сыграть бой правильно вот допустим смотрим мы на сетап 3 арты восьмерки я на десятки вроде как типа на имбе как все думают карта у нас граница империи которая состоит у нас из двух дорожек по флангам и посередине там два холмика с полянками и арта фланги простреливает. Основное направление это то на которое я приехал и казалось бы вот я на имбе против восьмерок ну все просто едь прямо всех убивай ведь я же на Чифтейне просто одно название Чифтейн уже победит само всех врагов правильно но во первых поскольку это Чифтейн все на него будут упарываться второе если я поеду вперед я выйду в прямой прострел арты если поеду туда куда поехал мой Торнваген и СТ-1 они мне тут команды какие-то клацают за мной просят ехать за Торнвагеном за этим но я не поехал ведь нас там будет всего лишь три основная пачка нашей команды поехала налево она поехала налево а направо всего лишь два танчика едут если меня не считать на центре у нас никого нету поскольку центральная часть карты с нашего респа играется намного слабее туда невозможно даже подняться только если с внешней стороны союзники будут заезжать то с этой стороны можно подняться то есть вот этот вот центр на мини карте вот я вам показываю сюда подняться невозможно поскольку он слабее враги заезжают наверх и от башни все убивают сюда можно подняться только если с другой стороны тоже союзники одновременно заезжают если такого не происходит сюда нет смысла ехать поскольку вы там сольетесь в нули ну да и можно поехать туда в 15 ром и тогда вы точно победите поскольку просто кучей задавите но такого в рандоме не бывает основная наша пачка поехала на другой фланг на бесполезный к на которой обычно нормальные люди не ездят но так или иначе они туда поехали и врагов они там не встретят поскольку нормальные люди туда не едут а на нормальный фланг у нас поехала всего два танка и они будут в прямом простреле у арты поскольку там низкая гора она не закрывает от арты к тому же врагов сто процентов скорее скорее всего бы и будет больше их будет больше поскольку на другой фланг они в итоге не поехали в начале боя инфы нету конечно же поэтому я просто стою и жду и вот я уже вижу как врагов в разы больше даже если бы я туда поехал то врагов все равно в два раза больше и от того что у меня танк называется чифтейн мы такое количество врагов не убьем просто от от того что у меня просто танк так называется ну и чё ж он чифтейн так что я теперь должен впереди всех по тремя артами должен ехать втроем против шестерых нет мы ничего не затащим но в этом бою будет много интересных моментов и это первое интересное что произошло это то что я не поехал со своими челиками да они слились да вроде как плохо да я на чифтейне поехал впереди всех на первой линии играть а чего бы я там сделал под тремя артами против шестерых да ничего плюс еще челики могли с центра спуститься вниз и пострелять мне еще и в корму поскольку тут на прикрытии всего один вз 111 он мог вообще не попасть один раз враги могли подумать что тут никого нет и все мои союзники на другом фланге никого не встретили правильно иначе они там просто бесполезно сидят враги это понимают что нас нигде нет поскольку бы все привыкли играть в турбо бои то они скорее всего скоро поедут просто в атаку поскольку пару минут боя уже прошло это означает что пора уже упороться куда попало у многих уже терпение в рандоме особо нет и постоял пару минут им становится скучно они начинают ехать куда угодно вот и в этом случае преимущество уже 24 вроде особо врагов не видно и челики начинают просто вот этот защитник фердинанд из 4 фейс вот эта вся пачка которая продавила турнвагена и ст-1 они просто начинают упарываться вперед там вз 111 с 1 ft он сидит в этом полочке справа на е-1 передо мной я почему не остался там с ним где-то опять же на первой линии сидеть потому что во первых к нему туда тяжело заехать поэтому я решил что нет я не буду перед ним стоять поскольку они все равно будут упарываться на меня и дамажить меня поможет мне арта или нет непонятно в з может просто не попасть к нему все равно залезть тяжело а если они полезут я их расстреляю сейчас второй момент интересный в бою очень интересный вы видите что я уже зарядил фугас вы помните что точнее не помните вы видели весь этот видос что взвод бураска еще имеется и он не светился очень давно и можете еще вспомнить что я говорил недавно это то что игрокам становится скучно и этот бой был сыгран на стриме я заранее еще до того как сюда развернуться и залить фугас я сказал что возможно сейчас взвод бурасков поедет сзади я это сказал на стриме этот бой был на стриме поэтому не думайте что тут были какие-то 4 я там по поломочкам что-то разглядел ничего такого не было я еще пока стоял здесь уже сказал про бурасков которые поедут в спину и на стриме было видно что никаких читов нету я и почти модами не пользуюсь и почти все бои которые я играю всегда видны на стриме потому что без стрима мне играть не интересно так что все было видно никаких читал тут не было я заранее уже подумал о том что они давно не сну отсветились на центре и ничего не делают они не базу не поехали дефить не на фланге не играют не в атаку не поехали чем они занимаются либо они стоят и ничего не делают либо они там переворачивают друг друга не знают либо они упараются мне в корму это единственное что логически как-то можно объяснить что они упараются нам сзади в тыл заехали я об этом сразу понял догадался уже давно и мысленно я их ждал давным давно и так получилось что именно в тот момент когда я развернулся именно в этот момент они поехали так вот я уже за этот бой два раза или мин две элементарные вещи прочитал понял и не ошибся и воспользоваться ими себе во благо а сейчас я просто расстреливаю вражеские вот этих вот упарантов которые до сих пор со скуки упараются вперед потому что их счет поджимает у них 6 9 в 5 минут с половиной боя прошло им что-то надо типа делать они-то спешат потеют они со скуки простояли столько времени ничего не сделали вроде бы они выиграют на самом деле они нифига не выиграют сейчас следующий интересный момент по миникарте было видно как мои одаренные союзники которые весь бой играли этот дурацкий фланг бесполезный не поехал на основное направление они тут простояли им тоже стало скучно они поехали вперед на базу не все поехали приехали на вражескую базу их задефили все хрипнули и недавно враги поехали вперед причем опять по этому дурацкому флангу пока не этой фигней занимаются я понял что из 3 сам по себе тут никто ему помочь не может кроме evan 90 evan 90 мне не страшен я просто приехал соло убивать из 3 для того чтобы этого и со 3 не было в тот момент когда приедут все остальные чем меньше врагов конце меня будут напрягать тем легче будет затащить бой а из 3 это такой вот танк без брони который иногда танкует непонятно чем сейчас я ему случайно попаду во внешнюю щеку стык там непонятной фигни с фигней и короче я его не пробил но из 3 видимо так сильно боится название чифтейн что все все время стрелял в эту стену видимо думал что она на меня упадет я рипнусь от стены и так у нас имеется 3700 урона два фрага и я остаюсь один против кучи врагов их такая куча шо их прямо аж сколько их там есть 1 2 3 4 5 6 7 7 врагов если мои ордоводы сейчас попередохнут то будет колобанов что в принципе очевидно поскольку это 2 4 колобанов и так остались против нас враги и много из них возможно фуловые но они были так далеко что они были за кругом отрисовки на самом деле неизвестно сколько у них хп масс в основном они все ехали с этого фланга поэтому отсюда я их и жду а с той стороны там артоводы стоят может быть они засветят первые врагу может быть я но в принципе и ладно тут я на стриме что-то заснул пока они там атаковали я что-то задремал стрельнул куда-то в землю но по сути этот выстрел защитника да он конечно типа сделал бы его шотным и по сути было бы в разы легче если бы он что-то там делал но если борта его простреливала туда его она бы его добила и и да было бы типа классно но по сути я просто задремал от скуки уже бой идет долго и обычно бои по две минуты здесь интересно я засвечиваюсь разворачиваюсь и еду типа дефит другую сторону защитник это видит и выезжает из укрытия но я не еду дефить от и со 4 от еще кого-то я еду опять уменьшать стволы защитник вылез из укрытия защитник вылез из укрытия и едет на меня все теперь я могу от башни спокойно его убивать аптечку я решил не тратить потому что мне кажется она еще понадобится решил что впритык картошка там подкрутит свои выборные выборы и как-нибудь да попаду тем более он едет как вообще никак поэтому я его убил защитника решил не добивать потому что он медленный кривой косой непонятный леопард быстрый с жесткой пушкой я решил сначала бахнуть его теперь еще тут эвен 90 из нарнии какой-то выезжает я не знаю там с гномиками в скале сидел или не знаю с какой-то пещерки вылез теперь я решаю что его важнее убить потому что защитник до сих пор кд защитник едет наверх у него уены просто это плохие я проезжаю мимо него пушка у него не опускается он стреляет мне в башню не пробивает я забираю его и остается у нас из 4 и 3 арты выезжая на из 4 и добиваю арту потому что ну из 4 я чё-то так посмотрел на него ну он мне сразу показался странным челиком во первых я не захотел получать опять оглушение от арты плюс еще еще 2 арты есть и до сих пор аптечку я берегу чтобы на всякий случай и нажать но сколько я играю на чефе обычно у меня стреляют все голдой упарываются жестко все прям любят в чеф-тейна дать тычку упарываются но первый раз жизни мне реально на чеф-тейне повезло если до этого момента я делал все грамотно делал все четко классно обалденно вы посмотрите мне 6 фрагов 5000 урона я довел бой до максимально приемлемого состояния и у меня до сих пор практически полное хп единственно что у меня там сзади один раз пробил из 4 слава богу без поджога но все равно у меня пожаротушение на всех членах их бажа прокачано и сильно больно бы не было да я бы выгорел бы там еще на плюс тычку но в любом случае тот из 4 которые сейчас против меня остался в бою он бы не выиграл даже если бы у меня было да не не знать 10 хп даже если бы одно хп было он ну просто это чел у которого средуха на из 4000 у него средуха 1000 после боя посмотрел он за этот бой набил 2000 и видимо решил что двойной вклад в средуху два раза он средуху за этот бой отстрелял он решил что больше стрелять не надо он едет на меня просто в клинч и все у меня осталось только голда фугасы кончились обычные подкалиберы кончились остались только голдовые уже на этом моменте я начал подозревать что что-то с ним не так чел играет на бэбэшках все это время пытался не знаю чего мне выцелить вот он стрельнул бэбэшкой не пробил я такой думаю ну понятно таких слабых челиков я не видел давным-давно реально мне ни разу так на чефе не везло как вот в этом моменте здесь я просто голдой в лд в лючки мехвода его все в щеки куда попало пробиваю я решил даже уже отъехать от него думаю хуже уже не будет он еще и умудрился в землю стрельнуть можно было бы сказать что он специально в землю стрельнул но судя по его средухе 1000 1000 средний урон на из 4 я не знаю здесь я решаю стрельнуть в дальнюю арту м 40 43 потому что она дальше всего не знаю вдруг она там на турбине взлетит и уедет но в любом случае он еще и стрельнул бэбэшкой и без урона то ли зау слил то ли шо там сделал я не понял ну и короче все я добил арту 9 фрагов колобанов куча там медали и мастера не дали в рифму получилось бой затащил сколько прочитанных правильных моментов за один бой элементарных очевидных я не вижу вообще ничего такого сверх заумного в этом великолепном бое который я сыграл до сесом 4 мне нереально повезло но насколько же много таких игроков как из 4 и же реально в рандоме много со средухой 1000 2000 и же просто тьма но они мне никогда не попадались честно я вот сколько играю но их просто я не знаю меня месяц фулл голдой во все щели просто упараются в этого чифа просто ужас реально я первый раз встретил этого чела против себя прям вот передо мной вот он может быть они просто до конца боя не доживают они прям вначале на первой же перекатки все мрут но вот этот чел дожил до конца я не знаю с какой канавы он там вылез он там на базе видимо задефил моих клоунов которые поехали на неправильный фланг и потом весь бой вот это ехал ко мне доехал стрельнул один раз бы бэшкой в лд второй раз бы бэшкой стрельнул в землю понял что чифтейн победил чисто одним названием словом чифтейн и все вот такой вот замечательный бой поэтому учитесь думать в этой игре в ней все моменты были миллион миллиардов триллионов раз все это повторялось все понятно очевидно сильные стороны направлении флангов они же все известны если вы много боев отыграли и до сих пор этого не запомнили то насколько же бездумно можно отыгрывать такое количество боев в игре где все повторяется по кругу много раз я же не придумал эти это это все я же этот бой сыграл не от балды а потому что это все уже было столько раз что невозможно не запомнить понять и прочитать это уже все эти моменты они как какая-то стандартная уже процедура какая-то все эти бураски которые в спину со скуки заезжают взводом это же очевидно как две копейки эти челики которые со скуки просто прут вперед то что на основном фланге два человека это мало это очевидно в начале боя что это ультра мало то что если я туда поеду на чифа все упорятся и убьют меня и меня будет 1000 урона в начале боя это тоже очевидно то что арта туда прокидывает все это все понятно очевидно напишите в комментариях я чё сверхразум и нет я не верю в это неужели вы это тоже не знаете как как это возможно я не понимаю напишите в комментариях сколько в этом бою вещей вы тоже прочитали так же как и я в этом бою было ли вам понятно в начале боя что ехать вперед на основной фланг это катастрофа было ли вам понятно что бураски взводом заедут в спину и вообще по бою уже все элементарно я вообще почти фулл хпшный закончил бой можно следующих жуликов 15 закидывать и месить их снова пишите ваше мнение в комментариях с вами был варчик и рати красиво всем пока а Продолжение следует...